С каким настроением наши сограждане встречают Новый год? Чего ждут и на что надеются жители нашей страны? Мы решили провести небольшой уличный опрос. Результаты получились очень характерные, и мы хотим ими поделиться. Итак, поехали! Первый и, наверное, самый очевидный вывод. Люди давно устали от негатива. Оптимист присутствует. Хоть у нас и уже второй год пандемии свирепствует, но все-таки люди устают, когда постоянно идет какой-то негатив, и хочется положительных эмоций. Каждый день на них сыпется множество самых диких, отвратительных, депрессивных новостей. Конечно, этот постоянный угнетающий фон несколько притупляет чувства, но факт есть факт. Приятного в нашей жизни очень и очень мало. Зато трэша хоть отбавляй. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы живем в обществе, где надо быть немного сумасшедшим, чтобы сохранять рассудок. И наоборот, если ты будешь смотреть на мир трезво, то сойдешь с ума. Поэтому, вопреки всему, люди стараются сохранить хоть какой-то оптимизм. Без этого жизнь становится невыносимой. Со сдержанным оптимизмом это... Но оптимизм должен изнутри идти, несмотря на чудовищную ситуацию в стране. В целом это... Иначе жить невозможно. Где взять поводы для оптимизма? Окружающая действительность не то, чтобы дает к этому основания. Поэтому успокаивает хотя бы то, что проблемы не только у нас. Нам ведь всегда легче, когда у соседей еще хуже, верно? Ну, инфляция, она, конечно, идет. Она идет не только по России, она идет по всему миру, но... Иногда срабатывают псевдонаучные штампы, которые нам вдавливают каждый день. Дескать, рыночная экономика со всеми ее проблемами – это естественное и безальтернативное общество. Ну, как бы, инфляция – процесс естественный и ежегодный. Тут уже ничего с этим не сделаешь, к сожалению. Но ведь когда-то мы жили не только без инфляции, но и с ежегодным снижением цен. Многие об этом уже не помнят или не знают, а у других не хватает времени, чтобы задуматься, почему это было возможно. А в общем, многие наши сограждане догадываются, что для позитива нет рациональной основы. Как же быть? Неужели остаться один на один с этой безнадегой? Раз нет реальных оснований для оптимизма, появляются иллюзорные. В частности, чего могут произойти позитивные изменения с ценами, с теми же самыми дорожками? Возможно, другое отношение к народу, может быть. Вы имеете в виду от правящих кругов? Да, я думаю. Цены растут, но с этим боремся. Правительство пытается бороться. Я думаю, все будет хорошо. Ведь мы понимаем, что для этого нет никаких предпосылок. Ни из чего властям менять свое отношение к обществу. С народа сдирают шкуру, народ терпит и молчит. Значит, у всех все хорошо. Зачем же останавливаться? Некоторые наши собеседники, по-видимому, хорошо это поняли. Поэтому противоречие между реальностью и иллюзорными надеждами получило в их словах завершенную форму. А как вы считаете, есть ли какие-нибудь у нас шансы, там, может быть, что сверху снизойдет и заставит работодателя платить больше или как-то еще? Есть ли такие шансы у нас? Мне кажется, нет, но надеяться надо стоить на лучшее. Конечно, нельзя винить людей в том, что они испытывают иллюзии. Высокомерно выпячивать губу и приговаривать «народ не тот», как это делают некоторые салонные левые, неправильно. Наша задача не обвинять, а разъяснять. Главная беда состоит в том, что от иллюзий, от оптимизма негатив никуда не денется. Чем дольше мы будем прятать голову в песок, тем больше нас будет обступать этот негатив. От проблем не скроешься, они настигнут, и заступиться будет некому. Растущие цены, налоги, беспредел чиновников – все это есть в нашей жизни и с каждым днем становится больше. Нет, я никого не призываю отбросить позитивный настрой и вешаться от безысходности. Но настоящий, прочный жизненный оптимизм может и должен основываться на собственной уверенности, внутренней силе и самоуважении. Ведь пока мы сами позволяем себя грабить и унижать, нас и будут грабить и унижать, будь то копеечные зарплаты или повышение пенсионного возраста. От негатива можно избавиться раз и навсегда. Для этого нужно перестать ждать милости от правительства, начальства и других хозяев жизни. Нужно взять свою судьбу в свои руки, понять, кто твой друг и кто твой враг, понять, что за достойную жизнь надо бороться. Это долгий и трудный путь, но это единственный путь в светлое будущее. С Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин